МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Шашлычных в частных дворах быть не должно. В Сочи обсудили способы борьбы с незаконным предпринимательством. В Сочи полицейские учат продавцов отличать поддельные купюры. Стартовала акция «Внимание, фальшивка». В этом году в Молдовском сельском округе отремонтируют две улицы и планы. На встрече с жителями сел Высокое и Липники озвучил глава города. В Сочи открылся Черноморский форум виноделия. Участники не только дискутировали, но и дегустировали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с печальной новости. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего офицера Владимира Сухиничева. Капитан третьего ранга погиб в аварии, которая произошла на атомной глубоководной станции в Баренцевом море. Свои соболезнования губернатор адресовал отцу подводника Геннадию Сухиничеву, который проживает в горячем ключе. Примите искренние сочувствия в связи с трагической гибелью вашего сына. Капитан третьего ранга Владимир Сухиничев погиб мужественно и честно, исполняя воинский долг до последних минут, спасая жизни людей и вверенный корабль. Кубань разделяет горечь вашей утраты. Память о подвиге военных моряков-подводников будет всегда жить в наших сердцах. Напомним, трагедия произошла 1 июля на атомной глубоководной станции АС-31. В результате происшествия погибли 14 человек. К другим новостям. Десятки вопросов и конкретные решения. Сотни жителей Гулькевичского района пришли на встречу с губернатором. Там Вениамин Кондратьев был с рабочим визитом. Кроме этого, глава региона посетил местные предприятия и пообщался с фермерами. По сути, этот визит – проверка для нового руководителя района. В должности он меньше года. Наши краснодарские коллеги обо всем в деталях. Выезд в поле в 5 утра. Конец рабочего дня далеко за полночь. Жатва вышла на финишную прямую. В Гулькевичском районе агрария собирают последнюю пшеницу. В таком режиме они работают последние две недели. Благодаря погоде уборку зерновых здесь начали без задержек. Погода вообще в этом году великолепная была. Один дождь пороснул, а остальное все было прекрасно. Поэтому мы заканчиваем уборку сегодня уже. Гулькевичский район – один из лучших по урожайности в регионе. Уже собрано около 70% пшеницы и ячменя. Это более 200 тысяч тонн зерна. Такие показатели не только потому, что погода помогла, но и благодаря современным технологиям и рекомендациям ученых, рассказывают аграрии губернатору. Вениамин Кондратьев лично приехал посмотреть, как идет уборка зимых. На площади 2,5 тысяч гектаров получают пшеницу третьего и четвертого классов. Она самая востребованная сегодня в перерабатывающей отрасли. Но лишь на растеневодстве на предприятии решили не зацикливаться. Рентабельность сегодня по вашему предприятию сельского хозяйства и животноводства, и растеневодства позволяет вам проводить модернизацию? Общее по хозяйству где-то, ну, рентабельно где-то 80%. 80%. У нас давит вниз свиноводство сейчас. У нас 9 тысяч идет зерновых. То есть 3 тысячи кукурузы, 3 тысячи пшеницы, 3 тысячи чмня. И жмухи, остальное ингредиенты все покупали. В общем, 9 тысяч у нас уходит на свиней. Все должно быть сбалансировано. На сегодня нам важно, чтобы и растеневодство было, и животноводство было. В целом, явощеводство тоже. То есть все должно быть. Сегодня все должно быть в нашем крае. Мы же агропромышленный регион страны. Мы гарант продовольственной безопасности. Не только хлеб, а в целом. Поэтому, конечно, кто-кто, а Кубань должна быть и с хлебом, и с овощами, и с фруктами, и с мясом, и с молоком. Я понимаю экономику. Но сегодня, вы сами говорите, рентабельность 80%. Рентабельность позволяет вам делать модернизацию. В том числе и автомобильного парка, и в целом тракторного парка. Но тогда нужно подумать, на самом деле, как расширить спектры. В том числе и того, чтобы ваше предприятие максимально охватило все ниши, какие есть. Успехи в сельском хозяйстве показывают и овощеводы. Различные виды салата, щавель, розмарин и даже мяту выращивают в селе Соколовском. В сезон производят до 100 тонн зелени. У местной продукции, как органической, хорошие шансы занять свою нишу на полках магазинов. Сегодня многие говорят, что зелень непонятно где выращена. То она горькая, то она вялая, то она непонятно какая, то не сочная, то еще там что говорят. И еще самое главное, кто ее производитель этой зелени и на чем она выросла. И вот сегодня важно понимать, что это объемная составляющая рынка, которую мы на самом деле можем занять нашей зеленью, кубанской зеленью. Губернатору показывают, как идет весь производственный процесс. Вот под этими навесами растет розмарин. Кстати, конструкции полностью построили за счет краевых субсидий. Это более 4 миллионов рублей. Еще 200 тысяч рублей фермеры получили на капельное орошение. На предприятии планируют расширяться и дальше, чтобы выращивать зелень уже в открытом грунте. Правда, кубанским мелким аграриям сложно выдерживать конкуренцию с импортной продукцией, причем не всегда качественной. Вопрос конкуренции, безусловно. Научиться подавать к столу. И жители края, и жители страны. Потому что расти может только у нас, на юге. И запах такой, это наше южное солнце. И это наше конкурентное преимущество. Вот этим надо реально воспользоваться. И те, которые сегодня есть, которые меры господдержки, нужно их еще систематизировать. В Гулькевичском районе производится почти 3% сельхозпродукции всего региона. Однако в экономику большой вклад вносит и промышленный комплекс. Например, крупнейшее предприятие здесь – строительный комбинат, который в свою очередь включает в себя два завода по выпуску изделий из железобетона, комплекс по изготовлению столярных, алюминиевых и деревянных конструкций, цех тротуарной плитки. Чтобы успеть посмотреть все, экскурсию пришлось проводить на автомобиле. Вот из таких блоков, как конструктор, собирают многоэтажные дома. А этими плитками, которые проектируют здесь же, облицовывают фасады зданий. А сколько они долговечны? 25 лет. 25 лет. 25 лет. Это то, что гарантирует вообще производитель. Хорошая подсистема. Наш местный производитель, металлпрофиль ее делает, сертифицированный. Ну то есть, по сути дела, мы собрали все то, что делают именно заводы Краснодарского края. Вот сегодня вы нашли такое решение, которое на самом деле позволит строить быстро, качественно и красиво. И красиво. Это правильное решение, потому что, во-первых, оно востребовано на рынке, а самое главное, оно востребовано и жителями нашего края, и отдыхающими, которые... Ну, коллеги, давайте признаемся, порой мы проезжаем мимо панелек и отворачиваем лицо, потому что неукрашение панельное домостроение, или эти панельки, которые, конечно, нам достались где-то из прошлого, неукрашение городов, неукрашение наших улиц. А вот такие уже теперь... Да, это тоже блочное панельостроение, но это украшение. Вот и вся разница. Рабочий объезд по предприятиям и встречи с фермерами продолжались около двух часов, после чего губернатор сразу отправился в местный дом культуры. В Гулькевичи со всего района приехали 400 человек, чтобы лично пообщаться с Вениамином Кондратьевым. Вместо отчетов чиновников – прямые вопросы от жителей. Многих людей интересовало благоустройство общественных территорий. За последнее время наш Гулькевич очень изменился. Благоустройство очень красивое. И нам приходится внучек возить сюда отдыхать. Мне бы хотелось, очень бы хотелось узнать, как это все произошло. Поинтересовалась у родственников, говорят, вступают в программу. Хотелось бы, чтобы и в нашем поселке Венцы было так красиво. В этом году уже реализуются три проекта. Это новоукраинское поселение, это Венцы Заря. Там будет выделена самая большая сумма средств на благоустройство средств порядка 16 миллионов. Я думаю, что это будет один из лучших мест отдыха не только в Венцах, но и в Гулькевич. Давайте завершим диалог. Когда? До конца года мы это все выполним. Вы знаете, где инициативный глава, там программы работают. А где не инициативный глава, безразличный, поверьте, даже самые большие программы, реальные программы, наполненные деньгами, не работают. Люди. Люди на самом деле уходят на первый план в любой проблеме и в ее решении. Люди. И на первую очередь и президент ставит задачу максимально на комфорт жизни, на людей. Понятно, оборона, понятно, промышленность собственная должна опять быть, и тяжелая, индустрия, и в целом, ну, тем не менее, жизнь людей – это самые защищенные статьи в российском бюджете, федеральном, краевом. Комфортную городскую среду жители Гулькевичей начали активно защищать еще четыре года назад. Тогда они обратились к Вениамину Кондратьеву с просьбой помочь отстоять центральный сквер. На его месте хотели построить торговый центр, но после визита губернатора планы изменились. Сегодня здесь современное и уютное общественное пространство. Людям есть где собираться, отдыхать, природа, не только торговые центры. Детки должны развиваться, больше спортивных комплексов должно строиться, а торговые центры, ну, они и так есть, поэтому скверы – это очень здорово. С детьми приятнее ходить и гулять, комфортное место, безопасное. Разговор с главой региона продлился более двух часов, а это десятки вопросов и решения, которые будут приняты по каждой из озвученных проблем. Все, о чем говорили люди, официально занесено в протокол. Александр Иванченко, Яна Бузычкин, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань-24, Гулькевичский район. Государственное имущество обязано эффективно использоваться. Губернатор Краснодарского края сегодня обсудил работу с объектами федеральной собственности на встрече с главой Росимущества. Вениамин Кондратьев и Вадим Яковенко говорили о передаче части объектов в муниципальное ведение. «Принципиально было важным для нас, и опять благодаря вашей поддержке, было передано из федеральной собственности в муниципальную собственность 56 пляжей. Это абсолютно логично. Пляжи должны находиться в руках муниципальных образований, иначе как не скажешь, потому что именно эти руки обеспечат их и, конечно, качественное использование, и отсутствие мусора, и захламление пляжей, потому что глава муниципалитета, он освещает муниципальную собственность, и она находится рядом с ним, его поле зрения, и теперь уже в зоне ответственности. И он никогда не скажет, что это федеральное, и дальше ко мне никаких вопросов нет. Я хотел бы поблагодарить вас, территориальный орган в лице руководителя, за очень оперативное взаимодействие, очень качественное взаимодействие. Что касается объектов, находящихся на Черноморском, на Азовском побережье, ну, несомненно, тут тоже есть у нас полное взаимопонимание. Я разделяю, что собственник муниципалитета, он содержит эти объекты, он их развивает, он привлекает туда инвестиции, в конце концов. Это все в итоге сказывается на благосостоянии, на благополучии граждан. Также сегодня глава Росимущества встретился с представителем региональных территориальных отделений Южного и Северокавказского федеральных округов. Вадиму Яковенко доложили о динамике поступлений в бюджет денег, в том числе от сдачи в аренду федеральных недвижимостей земель. Шашлычных в частных дворах быть не должно. В Сочи обсудили способы борьбы с незаконным предпринимательством. Глава курорта Анатолий Пахомов провел межведомственное совещание по пресечению нецелевого использования земли. С ларьками вдоль пляжной полосы и на подходах к городским пляжам глава курорта столкнулся во время рабочих поездок по районам. Как правило, прямо в частных дворах предлагают выпить, перекусить, постричься, переодеться и купить сувенир на память. Малый бизнес – это хорошо, но в данном случае ведется он нелегально. В первую очередь это опасно для самих потребителей. В прошлом году в Адлере из-за неисполнения требований пожарной безопасности загорелась незаконная шашлычная. Погибли люди. Как бороться с нелегальными предпринимателями в правовом поле, обсудили на межведомственном совещании. В нем приняли участие главы районных администраций, представители городской прокуратуры, транспортной прокуратуры, госпожнадзора и ресурсоснабжающих организаций. По инициативе главы Сочи были созданы рабочие группы. Они как раз и выявляют незаконные ларьки. Как показывает мониторинг, хуже всего дело обстоит в Лазаревском и Адлерском районах. Причем незаконная торговля ведется даже на территориях, принадлежащих РЖД, на полосе отвода железной дороги. Только в Лазаревском районе выявлено около 60 таких торговых объектов. Здесь собственники территории должны самостоятельно принимать меры, выдавать предписания, при повторных случаях обращаться в суд, как это делается на муниципальных землях. С момента выявления направляется информация во все профильные органы, ресурсоснабжающие организации для скорейшего принятия мер, чтобы остановить эту опасную деятельность, если она носит опасный характер. И параллельно ведется работа администрации города Сочи совместно с Росреестром о понуждении к целевому использованию земельного участка. Незаконная предпринимательская деятельность, кроме прочего, наносит ущерб ресурсоснабжающим организациям. Они подают электричество и воду по цене частного сектора. По факту хозяева пользуются ими в коммерческих целях, при том, что коммерческий тариф выше. Глава курорта потребовал навести порядок в этом вопросе и отключить нарушителей. Без воды, естественно, что коммерческая деятельность проходить не будет. А без электричества вообще исключено. То есть, если не будет подачи электроэнергии, то ни один двор не продаст эту землю в аренду. По сути дела, что происходит? Они же не сами там торгуют. Они просто сдали свои земельные участки в нарушении законодательства, сдали иным коммерсантам, которые осуществляют незаконно коммерческую деятельность. Параллельно в шашлычные и магазинчики наведываются представители пожарного надзора. Первый шаг – приостановить деятельность нелегальных объектов. О первых результатах проверок главе города отчитаются уже на следующей неделе. В Сочи полицейские учат продавцов отличать поддельные купюры. Стартовала акция «Внимание, фальшивка». Профилактические беседы с горожанами и работниками торговли провели во всех районах. Рассказывали о признаках фальшивых купюр, а также об ответственности за изготовление и распространение подделок. Также полицейские объяснили, что нужно делать, если в руки попала фальшивка, и привели примеры наиболее часто используемых способов сбыта поддельных денег. Для закрепления материала всем желающим выдали памятки. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. В этом году в Молдовском сельском округе отремонтируют две улицы. Еще две в следующем. Планы в рамках нацпроекта озвучил глава города на встрече с жителями сел Высокое и Липники. В этом году будут отремонтированы улицы Липецкая и Некрасова. В следующем – Афибская и Брянская. Тогда же начнут делать проект ремонта улицы Геленджикской. Один из самых актуальных для селян вопроса – восстановление разрушенной оползнем дороги. Сейчас проезд там отсыпан щебенкой, но общественный транспорт не ходит. Глава города заверил – до 25 августа автобус снова выйдет на маршрут. Но чтобы остановить оползневой процесс, нужны 165 миллионов рублей. Для этого будут выделены и средства из краевого бюджета. Подрядчика определят уже к концу месяца. В целом за год в Молдовском сельском округе отремонтированы 10 улиц. Но сами жители не торопятся внести свой вклад в ремонт. Задолженность только по транспортному налогу на одной улице Афибской – более 200 тысяч. Долг по налогу на имущество в селе – более 11 миллионов. Не платят 811 человек. Глава Сочи отметил, чтобы город мог оперативно проводить все работы по благоустройству, бюджет должен вовремя пополняться. Тем более многие жители сдают дома или квартиры в аренду. И к ним только одна просьба – бдительность. Мы совершенно не против того, чтобы наши жители и пенсионеры, и не только пенсионеры могли дозаработать. Ну, скажем, сдачить своего жилья в аренду, лесу в аренду, да? Ну, скажем, есть квартира. Он одну комнату хочет сдать. Мы просим только одно. Пожалуйста, когда вы сдаёте кому-то гараж, либо дачу, либо комнату, сообщите об этом участковому. Это не налоговый инспектор, чтобы вы не боялись, что «а, вот только я сообщу сразу же за то, что я занимаюсь там сдачей в аренду, сразу же мне принесут новый налог». Участковому это не нужно. Участковому нужно другое. Ему надо, чтобы люди, которые вас взяли в аренду, были порядочными людьми и не сделали беды. Также глава Сочи рассказал селянам, что сейчас формируется программа благоустройства на следующий год. И жители могут внести свои предложения по созданию в районе скверов. Тем более, что общественники в Исоком очень активные. Борются за чистоту в селе. Детские площадки мы везде выходим на субботники, красим своими силами. И я уже пожилаю, но моя семья всегда выходит на субботники. Также на сходе Анатолий Пахомов отметил, что общественный транспорт в Сочи переходит на безналичную оплату проезда. И если водитель отказывает пассажиру в оплате картой, нужно звонить на горячую линию департамента транспорта. Жаловаться нужно и на хамство. Проверят каждый звонок. А у неисправимых нарушителей отберут маршрут. Прецеденты уже есть. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». 1689 многоквартирных домов в Сочи готовят к зиме работу. По подготовке к отопительному сезону на курорте обычно начинают уже летом. Сегодня на совещании по подготовке к осенне-зимнему периоду руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющей компанией представили мэру первые отчеты. Анатолий Пахомов отметил, по каждому из 1689 многоквартирных домов должен быть предоставлен паспорт в готовности к зиме. В Центральном районе, например, уже промыто и опрессовано 40% теплоузлов. В Лазаревском всего 20, нужно ускориться, требует мэр. А управляющим компаниям глава города напомнил о санкциях за бездействие. Лишить вас лицензии – это дело теперь совершенно несложное. Но это не для того, чтобы попугать, а это для того, чтобы понимали, что к своей работе нужно относиться серьезно. А серьезно – это надо знать, что каждый дом, который находится у вас в управлении, он должен достойно выглядеть и, конечно, он должен быть обеспечен нормальными жилищными условиями. Также к отопительному сезону нужно подготовить 122 котельные, 407 километров теплосетей, почти 2000 километров газовых и более 2000 сетей водопровода. Ну а паспорт готовности города к зиме Сочи должен получить уже в октябре. В Сочи открылся Черноморский форум виноделия. Участники не только дегустировали, но и дискутировали. В том числе обсудили актуальный федеральный закон о развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации. Красное и белое. Крымское, грузинское, армянское, греческое, итальянское, румынское. На вкус и цвет участники форума виноделия сегодня проверили десятки наименований. Начали с одной из главных визитных карточек Краснодарского края – кубанского вина. Как известно, виноделия – одна из активно развивающихся отраслей экономики Краснодарского края. Кубанское вино – это уже общепризнанный бренд. Виноделы края к 2024 году планируют увеличить экспорт до 445 тысяч декалитров. Появились субсидии, которые помогают высаживать виноград, обеспечивают виноградники шпалерой, приобретать саженцы. У нас в крае появляются новые питомники. Субсидии идут как с краевого бюджета, так и с федерального бюджета. Изюминку дает тот теруар, который мы имеем в крае. Ну и люди, которые как художники делают это прекрасное вино. Интерес проявили и к грузинскому кинзмарауле. Как известно, в последнее время эксперты все чаще говорят о фальсифицированной грузинской алкогольной продукции. Здесь же, в Сочи, виноделы из Грузии уверяют – вопрос качества сегодня находится на очень строгом контроле. И возможность экспорта в Россию некачественного вина практически равна нулю. Я 80 стран мира продаю, и у меня расширение продажи вперед и вперед идут. Лицом России. Был период, когда приостановлено было. После этого, как она открылась, так и с тобой работаем. У нас очень хорошие, серьезные партнеры россияне в Москве. И продаем. Я думаю, что русский народ грузинских вы не знаете, и любит, и уважает. Мы тоже вас очень любим и уважаем. Форум «Виноделие», говорят участники, – это и встреча единомышленников. Здесь они делятся опытом, узнают мнение коллег, разбирают законодательство своей сферы. В рамках форума состоятся и международные слушания по развитию правового регулирования виноделия в России, в странах Южного Кавказа и Балкан. Специалисты обсудят и один из важнейших вопросов – безопасность продукции. Все зависит от компонентов вина, наличия в нем химических факторов. Тот же диоксид серы, казалось бы, обычная добавка, но в больших количествах она вредит здоровью. Контроль этого вопроса – обязанность производителя. Сегодня конкуренция очень большая, и, в общем-то, качество и безопасность будет на первом месте. Проверяет это Роспотребнадзор. И если они приходят с проверкой, и документов нет вообще, сразу же штраф 300 тысяч. Если это второй раз, то штраф уже 600 тысяч. Если была какая-то жалоба, было отравление от какого-то производителя, штраф 700 тысяч, и следующий уже миллион, и вплоть до закрытия и уголовной ответственности. По итогам форума будет составлен список лучших вин Черноморского побережья. Отличившиеся получат медали и рекомендации от экспертов. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Продолжаем выпуск. Участники школьного лагеря 9-й гимназии организовали парад народов мира. В одном ряду дружно шагают представители Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы. К параду народов мира ученики 9-й гимназии готовились две недели. Изучали расположение материков и стран, знакомились с их традициями и достопримечательностями. Зарядка у нас начиналась с приветствия на разных языках. Вот тот материк, который представлялся в этот день, мы старались с детьми здороваться, как-то учить, приобщать к культуре этих народов и стран. Сегодня как раз карнавал должен показать, чему дети научились за это время, как они узнали новые страны, материки, континенты. Мексиканские сомбреро, китайские маски драконов, узбекские тюбетейки. Всего в параде приняли участие порядка 250 детей. Каждый мог выбрать костюм по желанию. Главное – уметь рассказать о стране, материке или регионе, который представляешь. Мы узнали то, что в Северной Америке там много сумчатых животных. И там жили индейцы. Восьмилетняя Настя с выбором наряда определилась сразу. Для парада девочка выбрала красочный цыганский костюм. Платье шили всей семьей. Этот костюм был юбкой, но бабушка решила пришить к нему бретельки и сделать из него платье. Вот потом бабушка нашла цветочек. И бабушка сказала, что чем больше бусы цыгане, тем они считаются красивей. И чем больше на них бренчит, тем казалось очень красиво. Парад народов мира завершился интеллектуальным квестом. Ребята изучали этнические танцы, отгадывали названия памятников архитектуры и определяли места обитания диких животных. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Сочи впервые принимает чемпионат России по вольной борьбе. Сегодня первый день главного национального турнира года. Расскажет Ольга Десятого. Вместо льда – борцовские ковры. Олимпийский дворец «Айсберг» превратился в арену для сражения лучших борцов. Сочи принимает чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин. Бороться за медали в 10-ти весовых категориях приехали порядка 300 спортсменов из более чем 60 регионов. Сегодня первый день соревнований. В программе – предварительные и полуфинальные поединки. Очень рады, что здесь именно проводится чемпионат России по вольной борьбе. Посмотрите, какие условия. Честно говоря, я на всех соревнованиях присутствую. Но такого я давно не видел. В турнире участвуют лучшие борцы России. За исключением чемпионов и призеров европейских игр в Минске. В турнире спортсменам дали отдохнуть. Остальные сражаются за шанс поехать на первенство мира в Эстонию и чемпионат мира в Казахстан. В Нур-Султане будут разыграны первые лицензии на Олимпиаду в Токио. Чемпионат России по вольной борьбе Сочи принимает впервые. Но курорт для борцов уже давно стал родным домом. Здесь, в спорткомплексе Александра Карелина, отеля «Весна», они традиционно проводят сборы. А Федерация спортивной борьбы города Сочи, кроме подготовки к участию наших сочинских спортсменов на чемпионате, оказывает активную помощь в организации чемпионата России на таком высоком уровне. Часто мы сюда приезжаем спортсмены, борцы. У нас в гостинице «Весна» в курортном городке созданы все условия. И у нас там как раз после чемпионата России будут проходить сборы молодежной команды. И хочу поблагодарить, в первую очередь, Федерацию города Сочи, Краснодарского края за организацию. Борьба как праздник. Смотрите, с утра уже столько народа с ним. Я думаю, что завтра на финалах и ползавтра на финалах будет в два-три раза больше. Чемпионат России по вольной борьбе по накалу страсти обычно ничуть не уступает чемпионату мира. Поэтому поклонники единоборств не должны упустить шанса увидеть развязку турнира своими глазами. Тем более, что вход на арену «Айсберга» свободный в финальной поединке в субботу и воскресенье. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...